Угловой, это аут. Да, из-за боковой бросают мюнхенцы. Лам убрал мяч под себя, пытался его выбить Сахан. Лам сыграл на Рибери. Рибери хорошо и 1-0. Шестая минута матча. Открывает счет Марио Гомес. Это его 18-й гол в чемпионате. И, кстати, уже четвертый против Кейзер Слаутерна в этом сезоне. Ну, а если говорить о бомбардирском споре, Марио Гомес против всей команды Кейзер Слаутерна, то вот, соответственно, Гомес увеличивает свой отрыв. 18-15. Теперь такое соотношение. Ну, четко здесь сыграл Рибери. Гомеса почему-то бросили. А вне игры здесь не было просто потому, что Рибери делал передачу не вперед, а фактически назад. Даже не параллельно линии ворот, а чуть назад мяч летел. И это, естественно, не ситуация, в которой офсайт фиксируется. Кто должен был за Гомеса отвечать в этой ситуации? Вот этот человек выходил вперед вместе со своими партнерами, чтобы оставить форварда в офсайде. Вот здесь защитники и просчитались. Ну, а забить там с 5-4 метров Гомесу труда, конечно, не составляет. Ну, мы еще раз смотрим, как был мяч забит. Вот Лам играет на Рибери. Рибери очень хорошо убирает соперника своего. И вот там пытаются сигнализировать защитники, что, дескать, был офсайт. Абель руку поднимал. Но на самом деле надо было побороться ему за этот мяч прежде. Штрафной опять кросс собирается выполнять. Но, вернее, как опять в тот раз он собирался, а пробил все-таки Алаба с левой. Но здесь с левой совсем уже никак. Да и это не удар будет. Да, следует навесная передача. Ошибается на выходе трап. И вот так буднично Бавария забивает очередной свой гол. И, между прочим, опять Марио Гонес. 19 мячей у него в чемпионате. Ну и что, будет опять хет-трик сегодня? В двух последних матчах против Кейзерслаутерна без хет-трика он с поля не уходил. Вот кто же это там, 25-й номер, да? Я-я. Он совершенно неправильно здесь играл. Ну, во-первых, раньше времени побежал назад и тем самым отодвинул линию последнего защитника и дал возможность игрокам Баварии стартовать раньше, чем они могли бы при вот этом навесе Тони Кросса. Это, во-первых, да, нам показывают, что все-таки Мюллер забил. Сейчас будем проверять. Да, знаете, тренер не будет ругать за то, что до конца вел борьбу. Арину Робану сегодня, я думаю, просто противопоказано выходить на поле с его стеклянными ногами. 2-0 в пользу Баварии. Марио Гомес и Томас Мюллер забили два гола за эти 45 минут. И Бавария, я думаю, вполне удовлетворенная. С собой отправляется в раздевалку на перерыв. Позначил свои какие-то намерения поиграть немножко и в атаки к из Рослаутера в самом конце. Первый тайм. Так что посмотрим для начала, как начнется тайм второй. Зрители тоже в ожидании. Здесь греются как могут. Ну, опять, да, вот по одежде судя, хотя бы видно, что очень холодно в Мюнхене. В этом сезоне, так же, как, наверное, и у Аугсбурга. Ну, вот, появился у них соперник еще один. Фрайбург на последнем месте. Ну, вот кто вчера видел игру Фрайбурга, не переживать. Ну, а вот к из Рослаутеру, конечно, предстоит тяжелая и не готов на сей раз Мюллер. Запасные разминаются. И нам показывают, конечно, в первую очередь Арина Робана. Ну, вот, например, против Штутгарта, где тоже была достаточно удар от ворот. Кевин Трап сейчас выполнит. Интриги. Гол, забитый Баварией уже на пятый минут. Пытаются футболисты Баварии. Ну, а вот замена есть и все-таки выходит Арин Робан. Это мы с вами видим гол, который забил Томас Мюллер. Головой, опередив Кевина Трапа. Это второй гол в сегодняшнем матче. И... Ну, и посмотрим, чем Арин Робан нас сегодня порадует. Там пока нельзя понять, чем все закончится. Робан. Ну, один в один должен идти обыгрывать. В центр. Удар. Ну, вот Робановская игра. Он из фланга приходит вот сюда, чтобы поудобнее была позиция для удара. Сейчас он изначально шел по центру, скорость развил, потом смена направления. И уже защитники не успевают переложиться, не успевают среагировать. Голкипер Баварию из поля. И дальше Эхтер подтолкнул его в спину. Ладно, 2-0. Бавария выигрывает. Наше поздравление болельщикам этой команды. Гомес и Мюллер, авторы забитых мячей. Бавария набирает 44 очка и ждет, как сыграет в этом туре конкурент. И Дортмунд в эти минуты заканчивает свой матч. Против Ливеркузенского Байера. А вечером сегодня, через час, с небольшим встречаются Боруссия Мюнхенгладбах и Шальть. И у нас прямая трансляция на НТВ+. Не пропустите. Интереснейшая будет игра. Вместе с вами матч сегодня смотрел Михаил Мельников. Встретимся еще на играх Бундеслиги на нашем канале. Спасибо всем за внимание. Всего хорошего. Спасибо.